Этот щенок, Сниппи, очень нуждается в вашей помощи. Четыре месяца назад мама Сниппи умерла, и всего три дня спустя ее папу сбила машина. Двухмесячная сиротка Сниппи столкнулась с несправедливостью, болью и горечью. Недержание. Эту болезнь мы на Западе стараемся особенно не обсуждать. Стыд заставляет миллионы страдающих хранить молчание, но недержание Сниппи стало источником ее депрессии, и именно в связи с этим она сбежала в Лондон. А по дороге в Лондон на Сниппи напал большой пес, который надругался над ней. Вы представить не можете, как это повлияло на такую невинную юную сучку, как наша Сниппи. Она была ошеломлена и разбита. Мы думаем, что именно тогда она начала страдать от посттравматической амнезии, полной потери памяти. Это и многое другое стало причиной того, что она не знала, где находится и что делает. Она попала в мир отбросов и проституции. Сниппи продавала свое мягкое, пушистое юное тело, чтобы выжить. Вот такой была ее жизнь, когда ее нашли мы. Мы смогли дать ей пищу, тепло и, самое главное, любовь. Любовь. Вот чем она была обделена, всю ее короткую и трагически несчастную жизнь. Сниппи снова почувствовал интерес к жизни. К ней медленно возвращается память. Именно поэтому мы и смогли выяснить подробности ее прошлой жизни. И будем надеяться, она может внести нормальную счастливую жизнь. Но ведь в Великобритании тысячи таких Сниппи. И мы отчаянно нуждаемся в вашей помощи. Мы совершенно независимая благотворительная организация. Мы не получаем государственных субсидий и надеемся только на щедрость общества. Если вы хотите помочь Сниппе, пожалуйста, направьте ваш взнос любого размера мне, Стивену Фраю, через BBC. Вместо этого спасибо.